Создавать кулинарные изыски, готовить в экстремальных условиях, как дома. В школе по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы о кухне знают не меньше, чем в лучших ресторанах. Здесь начинают свой профессиональный путь. Будущее – армейские повара. В нашей школе обучаются выпускники, в том числе, кулинарного колледжа. Здесь они совершенствуют свои навыки, подготавливаются для того, чтобы в последующем, проходя службу в воинских частях вооруженных сил, то свое ремесло, которое мы научились, которое они усовершенствовали в нашей воинской части, был от этого результат. Большинство молодых людей впервые на территории военного объекта. Часть насыщенной программы – стрельба из автомата. Стреляли, это приливаемое ощущение. Очень волнительно, страшно, но хочется еще пострелять, скажем так. Кормили супом, очень вкусный, понравился. Суп с макарон был и чай сладкий. Нам сказали, что максимальное, сколько может человек съесть – это 4300 калорий. Максимальное здесь – 4200. Очень интересно. Потом нам показали кухню. После колледжа, оказывается, можно сюда пойти на повышение квалификации, и на самом деле я задумалась об этом. Я учусь сейчас на четвертый разряд, но девушкам можно пойти на контракт. Задумывается о том, чтобы остаться на контракт и недавний выпускник колледжа. Рядовой срочной службы – Сеслав Высоцкий. В армии парень осваивает специальность повара-пекаря. Сегодня он в составе команды соревнуется с преподавателями и студентами своей альмаматор. Повар – это очень творческая профессия, особенно если опекаешься, потому что кроме как приготовить вкусно, ты должен хорошо украсить, красиво украсить, чтобы блюдо вызывало эстетический восторг. Мне лично очень нравится. Я, когда пришел в армию и узнал, что буду пекарем, я по-настоящему обрадовался, потому что я всегда хотел научиться выпекать. Сегодня мы готовим салаты, винегрет-сырловый какой. Значит, готовим супы, это солянка сборная мясная, суп гороховый. Готовим рыбу, мясо, ну, там, компоты. Победу в поединке одержала дружба, которую студенты и военные договорились продолжить. Молодые люди намерены вскоре вернуться. Многие из них с местом будущей службы уже определились. Дмитрий Бондарович, Антон Груша, телекомпания «Воен-ТВ». Специально для программы «Наше утро». Субтитры создавал DimaTorzok